Алекс Волкановский готов прикончить Махачево 21 октября. Матеуш Гаммарт все еще будет страховать бой Махачево. Мираб Двалишвили сделал заявление о бою с Генри Сихуда. Джон Джонс высказался об уходе ЮСАДы из UFC. Обо всем этом сегодня в выпуске, не забудьте подписаться, мы начинаем. Второй номер легчайшего дивизиона UFC Мираб Двалишвили сообщил о своей готовности провести бой с Генри Сихуда. И если Шон Умелли боится связаться с реальным претендентом, и если UFC собирается давать ему то, что он просит, то тогда я готов подраться с Генри Сихуда, потому что я же не собираюсь отсиживаться. И я здесь, и я готов драться, сказал Мираб Двалишвили. Ну а мы же напомним вам, что ранее менеджер Сихуда Али Абдалязиз сообщил о том, что Генри уже дал устное согласие на этот бой. Сам же Сихуда на это все сказал следующее. Мираб Двалишвили UFC не дает тебе следующий титульный бой, и ты не собираешься биться со своим приятелем Ауджо. Так почему же наш бой до сих пор не забронирован? Давай просто возьмем и сделаем это. И я готов к этому бою в январе, сказал Сихуда. А хотели бы вы посмотреть на противостояние Сихуда и Мираба? И как вы думаете, кто бы смог победить в таком бою? Пишите свое мнение в комментариях, а мы идем дальше. Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, во всей видимости, порадовался тому, что промоушен разрывает отношения с Юсада. И знают, что я пережил Юсада. Сначала они говорили, что я виновен, потому что у меня были какие-то пикограммы, а затем они признали меня невиновным. А потом и вовсе пикограммы стали легальными. Но знаете что? Я все еще здесь, и я все еще не побежденный. Но один из моих боев против DC надо просто удалить из моей карьеры. И я просто знаю, что я никогда не читерил в этом спорте. И я буду придерживаться этого до конца жизни. Все знают то, что я стал самым молодым чемпионом в истории спорта. И возможно, я стал самым молодым миллионером в истории спорта. Но, к сожалению, я с этим не справился. После чего я был каким-то тусовщиком. Но это определенно не дает права назвать меня читером. Вы просто-напросто не знаете. О том, каково быть звездой спорта, сказал Джон Джонс. Действующий чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановский уверен в том, что он сможет одержать досрочную победу над Махачевым. И во втором бою отобрать у него титул в легкой весовой категории. Очевидно, что это довольно безумный поступок. Потому что на этом свете не так много бойцов, которые бы могли сделать то же самое. А уж тем более, особенно в моей позиции. Я же всегда вам всем говорил, что я тот парень, который будет драться в любое время и в любом месте. А уж тем более в любом весе. И это была возможность доказать свои слова еще раз. И если кто-то и сможет это сделать на коротком уведомлении, взять и поднявшись прямо с дивана, то это только я. Совсем скоро я уже выйду и шокирую весь мир. Конечно же, к счастью, хорошо, что я постоянно тренируюсь. Но был ли у меня отпуск все это время? Конечно же, да. Я уже успел отдохнуть и опрокинуть пару других рюмок. Думаю, благодаря этому я чувствую себя гораздо свежее. Сейчас же я не чувствую себя измотанным. Люди, конечно же, думают, что я просто сошел с ума. Но я же уверен в том, что я могу выйти и шокировать весь мир. Сейчас мне не терпится выйти и прикончить этого парня. И сейчас же я не чувствую никакого прессинга. Все давление только на мне. И я уже встаю из дивана. И ему лучше что-то с этим сделать, сказал Алекс Волкановский. Ну а если вы собираетесь смотреть бой Волкановский и Махачева в прямом эфире, то вы это бесплатно сможете сделать вместе с нами в нашем телеграм-канале. Все ссылки будут в комментариях. В свою же очередь сам Махачев высказал себя о предстоящем поединке против Волкановский следующим образом. И если же честно, я был счастлив, когда услышал, что это будет Волкановский. Потому что после нашего последнего боя, у нас и вправду было очень много вопросов. Но теперь же, иншаллах, все ответы будут в Абудабе, сказал Махачев. Но несмотря на то, что на замену вышел Волкановский, позиция Гаммерт остается неизмененной. И в настоящий момент он будет страховать бой Махачева и Волкановские. А как вы думаете, кто сможет победить во втором бою, Волкановский или Махачев? И за кого вы будете болеть в этом поединке, буду ждать ваше мнение в комментариях.